Приветствую, друзья! Сегодня я хочу поговорить о одних из моих самых любимых наушников BGVP DN2, которые нещадно терзаю уже больше месяца, без конца их совсем на свете сравнивая. Не откладывая в долгий ящик, открою, что более всего DN2 мне напомнили великолепнейшие ICO H10, тот же яркий, сочный и очень мелодичный звук. ICO, конечно, звучат повзрослее, но они и стоят в 3,5 раз дороже. В общем, любителям глубокого, жирного, динамического баса и живой и кристально чистой арматурной серединки обязательно стоит обратить свое внимание на BGVP DN2. Ну а мы начинаем, поехали. Упаковка, на мой взгляд, очень точно отражает цену модели. Нет в ней никакого излишнего пафоса, однако все, что действительно важно, находится на своих местах. Так, по внешней суперобложке мы узнаем о пройденной хайросертификации, чувствительности 110 дБ на милливатт и импедансе наушников в 21 Ом. Плотная коробочка под ней выглядит очень скромно и никакого интереса из себя абсолютно не представляет. Зато внутри у нее практически царский комплект. Кроме кучи всякой муклатуры в конвертике и фирменной смоточки я нашел еще целых три набора силиконовых амбушюр и одну пару пенок. Вот ровно как они кладутся своими флагманскими моделями за 200 плюс баксов. Но не хватает тут только какой-нибудь твердого кейса для переноски, но его при желании можно докупить отдельно. В общем, насадок отсыпали от души на любой вкус и предпочтение, за что им огромнейшая благодарность. По АЧХ белые и синие амбушюры дают примерно одинаковый звук, поэтому отличия здесь будут лишь в силу у посадки. А вот черные уже звук немного модернизируют, сдвигая пики и усредняя ямы. Лично мне, как и Artmagic VG4, больше по сердцу пришлись именно белые насадки, с которыми я и слушаю данные наушники, как видите, до сих пор. Кабель на первый взгляд кажется каким-то невзрачным, однако на деле он показал себя просто отлично. Единственная причина его сменить заключается в том, что не все плееры и ЦАПы поддерживают гарнитурный джек, а у меня именно гарнитурная версия с микрофоном и кнопочка ответа на звонок. Штекер здесь прямой, металлический, со специальной защитой от перегиба, заушины привычно выполнены из термоусадки. Соединение осуществляется на популярном нынче среди матерых аудиофилов MMCX-коннекторе. Садится модель в него очень туго, так что даже не буду лишний раз пытаться его отсоединить. Корпуса DN-2 полностью выполнены из металла и просто удивительно маленькие. При этом рассчитано все так, что садится модель идеально практически в любые уши. Ну а за отличную звукоизоляцию в ответе уже отвечают подобранные вами лично амбушюры. То есть посадка и удобство здесь на высочайшем уровне. А вот как-то особо украшать наушники не стали. С внешней стороны имеем логотип производителя, а с внутренней внушительных размеров такой звуковод с одним единственным компенсационным отверстием, бортиком для удержания амбушюр и защитной перфорированной пластиной, которая тоже сделана из металла. И все, как я уже сказал, без пафоса и ненужных там украшательств. Отмечу только один нюанс. На правом наушнике есть такой красный ободок. Это поможет вам не перепутать и подключить даже какие-то сторонние провода правильно. Из измерений мы узнаем о идеально чистом водопаде, достаточно быстром импульсе в 100 миллисекунд и искажениях THD до 3% в пиках. Причем эти 3% достигаются лишь на белых и синих насадках. С черными амбушюрами искажения не превышают уже 1,6%. То есть дело тут не в наушниках, а именно в насадках. Тестирование проводилось в сумме по 6 раз на каждый тип амбушюр, то есть выборка весьма большая, а значит и результат близок к точному. Кривая АЧХ, кстати, здесь очень сильно напоминает уже упомянутый ранее ИКО H10. На низах имеем подъем на 7 дБ, затем прогиб середины где-то на 3, два горба выделения в области разборчивости, небольшая компенсационная яма и резкий пик для усиления детализации. После чего от 12 кГц довольно резко уходим в ноль. Собственно, все тут нормально, придраться можно лишь к пику на 9 кГц. Лично мне он совершенно не мешает, однако если вы критично относитесь к резким выделениям на верхней части диапазона, то однозначно ДН2 это вообще не ваш выбор. По звучанию же я был просто поражен. На текущий момент моими любимыми наушниками являются ИКО H10 и ДН2 мне дают ровно такую же сочную, насыщенную деталями подачу с отличной выразительной серединкой и чуть акцентированными верхами. Бас здесь динамический, а значит такой жирный, напористый и очень глубокий. Не обделен он и приличной структурной составляющей, от чего тембр контрабаса имеет необходимый ему акцент на саб части и весьма точно передает все низкочастотные вибрации струн. А значит и все популярные синтезированные звуки будут отрабатываться ну просто на ура. За середину верхней частоты отвечает уже арматурный излучатель Phoenix. Это, вне всякого сомнения, в положительном ключе сказывается на детализации, проработке и разборчивости сцены в глубину. Еще важнее отметить отличный низкочастотный базис у мужского и женского вокала, как и общую насыщенность в области средних частот, которая буквально и строит все акустические инструменты, добавляя в звучание жизни естественной теплоты и благородной мощи. На верхних частотах, как мы отметили ранее, есть довольно значимый акцент. Именно благодаря ему всякие отзвуки струн и высокочастотные элементы перкуссии получили дополнительную резкость и такой терпкий и яркий окрас. Лично мне это безумно нравится, духовые также не остались в стороне и получили просто шикарную насыщенную нюансами текстуру. Все это буквально склеивается воедино общей сочной драйвовой подачей. По стилям каких-либо ограничений за все время использования я не заметил, неделю слушал джаз во всем его многообразии. Потом переключился на электронику и вот на днях вообще завис на металле. На мой вкус все здесь звучит великолепно. Источники я тоже пробовал разные. От них восприятие наушников, конечно же, немного меняется. Особо отмечу стационарные ЦАПы Loggi D30 и FX-Audio X7. Ну и конечно же аудиоинтерфейс Moto с внешним усилителем для наушников. Из свистков мне больше всего понравились как ушки спелись Saibasso DC03, мой любимый свисток и Laconaco 1. То есть со всеми своими задачами модель BGWP DN2 справилась просто прекрасно, показав чуть ли не лучший уровень среди моделей в своей ценовой категории. Итогом, эти ушки реально вызвали у меня неподдельный вау-эффект. Для 60 долларов играют они ну очень круто. Причем изнутри это обычные двухдрайверные гибриды, однако звучат они практически в уровень с куда более дорогими моделями. Весьма деликатные, при этом безумно мелодично. Насадок отсыпали в вагон, да и кабель в комплект положили достойный. По мне так просто гениальные ушки за недорого, гоняю их с огромнейшим удовольствием. BGWP DN2 еще одни супер ушки, которые мне удалось найти. Всем рекомендую. А на этом у меня все, всем добра, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok